Какие ощущения первые по окончанию, последний матч, последний, заключительный день? Да, знаете, понятно, что и проигрывать обидно, и неприятно проигрывать, но ты понимаешь, да, что логика в этом есть. То, что по обороне у нас проблемы в обороне, да, это прежде всего вся команда на оборону работает. То есть, опять же, матчи разные были, если, в общем, кубок подводить, разные матчи были, были и неплохие матчи с тем же Трубником, с тем же Красноярском вчера, я считаю, мы неплохой матч провели. По сегодняшнему матчу, если брать, ну, время на восстановление, скажу так, мы не восстановились, не восстановились физически, прежде всего. Психологически здесь уже другой момент, а вот то, что физически мы не восстановились, не было той свежести, того движения, таких правильных действий, потому что, когда на усталости принимаешь неверные решения, я вот в этом вижу причину сегодняшнего поражения. Алексей Владимирович, вот не могу не затронуть вопрос вчерашнего матча. В общем-то, такое достижение, скажем так, которого давненько не было, это что Сепсельмаш на территории Енисея первый тайм закончил свою пользу. Почему не удалось удержать вот этот счет, может быть, паритет? Ну, я не считаю это достижением, во-первых. Просто мы от себя отталкивались, и то, что мы по этой игре, 2-3 первый тайм, я думаю, он, может, даже и не отражал счет. Забьем и четвертый мяч, может, там и 4-1 ушли на перерыв, и по-другому, может, матч сложился. Но здесь, я говорю, по этому матчу, да, у нас первый тайм получился, чего не скажу про второй тайм, когда мы начали ошибаться, начали удаляться, 70 минут за тайм провели в университете, так что здесь все понятно. Сегодня недооценки какой-то не было, вот причины? Нет, я не вижу здесь никакой недооценки. А чего она должна быть, недооценка? Ну, дебютант в Суперлиге. Ну, дебютант в Суперлиге. А мы что, призеры чемпионата? Здесь никакой недооценки не было. Только я скажу, что мы физически сегодня выглядели неважно. И то, что перестроиться, да, где-то через себя переступить. И опять же, того же мастерства нам, я считаю, не хватило сегодня. Как говорят, если нету за счет класса выигрываться, да, если нету сил, здесь, получается, класса нам... Не было у нас того класса, который нужен. Алексей Владимирович, на протяжении всего турнира вы наверняка слышали с противоположной трибуны, с фан-сектора шум, поддержку со стороны новосибирских болельщиков. Что по этому поводу можете сказать? Вообще слышали ли и насколько это сильно помогает? Да нет, конечно, слышали. И, конечно, большое спасибо нашим болельщикам, которые приехали нас поддержать. Ну, не ругайте пианиста. Он играет так, как может. Здесь, конечно, обидно за результаты. Но ничего, это сезон впереди. Я думаю, мы проведем работу определенную. И, я думаю, к чемпионату мы будем другими.